И вот его супруг рассказывает, когда Сережа был молодым, ее супруг, узнал, что она начала ходить в праж, это были послевоенные годы, и тогда, знаете, он решил ее просветить, разумить, просветить, и купил телевизор, чтобы ее просвещать. А она, знаете, такая, ну вот, рабобольная такая, да, можно сказать, она потом мне рассказывает, Сережа включает телевизор, и так, о, чтоб все, я не могла молиться, но я все равно помолюсь, а потом Сережа уже не будет на работу, а я уже беру крещенскую голову, и телевизор, так вот, пихонечко, во имя отца, и все протру, все, все, пока кто? На следующий день, только так, на следующий день, и вдруг он что-то стал плохо работать, Сережа отнес его в мастерскую, в мастерскую ремонтировали, ремонтировали, что-то делали, это делали, мы сделали, вроде заработал, принес, и говорит, буду все равно тебя посвящать, вот. Вот, а она же, где он ходит, да, вот, в мастерской церкви, вот, работаем все, протру, ничего не замерзли, опять стал барахли, отнесли, говорит, к ремонту, да, и он, ну, знаете, мы не работаем, и все, и мастера говорят, ну, не можем еще понять, ну, все, все нормально, мы не работаем. А они ему говорят, слушай, мужик, ну, если хочешь, мы там все поменяем, ну, ничего, работать не будешь, выбрасывай, ну, пойдем, ну, и он, так, ну, знаете, в досаде взял открытый. Воскресенье. Потом, когда я ушел, уже будучи студентом академии, ушел в монастырь, папа узнал, папа у меня был, из-за отеисти, он был двором коммунистом, а потом отеистом убил все равно, хотя с ищущим. Волгая история, потом расскажу. И он узнал, о том, что я ушел в монастырь, купил телевизор, и вот принес домой и говорит, я не хочу, чтобы дома был у нас в монастырь, и вот купил телевизор и поставил. Да. Я следующее письмо пишу, что, ну, вы не волнуйтесь, расставитесь с мамой переживала, да, я ей пишу, что, мама, не волнуйтесь, просто кропите, это телевизор все выводит, он перестанет работать, да, но не поливайте, а просто кропите, вы не отстанете себе, кропите все. Вы знаете, вот искушение такое, опять папа подошел, пошел на ящик и мое письмо взял, он никому не подходил, вот он перераз подошел, когда меня приняли воносить, потом вот еще раз подошел, и он приходит, и вот так письмо прочитал, как бросил на стол и говорит, ну и что, ну и не будет работы, но ты понимаешь, сколько денег из расходов на этот телевизор, знаете, что происходит, он не сомневался, что телевизор не будет работать, он был уверен, что телевизор не будет работать, если будет окрабляться святой водой, понимаете, атеист, но он верил, что вот хотите или нет, а если благодать Божий коснется, не будет работать, вот и все, и он говорит, пожалейте денег, а чей не расходов на эти деньги, да, поэтому я иногда вспоминаю, знаете, со смехом, не разбежно, правда ли, да, но ты же не веришь ни во что, ну пусть пропит, пусть это делают все, что хотят, да, и он убежден, что не будет работать, понимаете, сердце воспринимает, да, не будет работать, вот и все, а как наши люди сегодня приходят в святую воду? Ну правда же, кто-нибудь усомнился, приходя на Богоявление, что в этой не будет святой? Все же понимают, что будет крещенская вода святая, и она будет неверная, правда ли? Посмотрите, какая вера в наших людях, поэтому давайте будем верить, что никаким человеком не смогут противостоять Богу. Неслучайно апостол Павел говорил, идол в мире есть ничто, но тот, кто верит в него, да, на того он будет воздействовать, а тот, кто не верит, на того не будет воздействовать. Он действительно враг воду человеческого, силен, но Бог всесильный. Вот об этом надо повышать. Поэтому давайте не будем думать, как себя враг поведет, пусть об этом будет делиться, потому что это поставили. А мы будем говорить, с нами Бог, разумеете, Иисус, и никакой чип на нас воздействовать не будет. А синий в кресле, в знаменном, и скажет, во имя Отца и Сыне, сюда, для Бога, и никакой чип на нас будет. А не хотите, не говорите. Ни в саду, ни в саду, ни в саду. Да пусть они будут, но есть у вас этот документ, нужно ли это у меня этот паспорт, ну или же, уж не просят, ну или же. Вы знаете, мы все равно, мы уже не вернемся в то состояние, которое было сто лет тому назад, даже десять лет назад, все равно меняется ситуация. Вы вспомните, я иногда, вот у молодых спрашиваю, ну вот вспомните, фамилии у нас, вы понимаете, что такое фамилия, да, в таком случае? Скажите, а у преподобия у Семьи и Радуши какая была фамилия? А ведь раньше еще и отчества не было, да? Вашли. Я иногда спрашиваю, а вспомните, ну, кого-нибудь у пророков? Ну, хорошо, я спрашиваю, а у Иоанна Кресителя, помните, какое отчество? А мне говорят, Захарыч, да, хитрый, хитрый. Почему? Потому что я не знаю, кто у него отец был, да? Но ведь тогда же никто не использовал фамилии, ни отчества, ни фамилии. Но сегодня такое количество на земле людей живет, что сегодня, да, надо и отчество, ни фамилию, а сегодня, ну, посмотрите, сколько преступников, а как с ним бороться? Поэтому выбирайте такой путь, чтобы не только можно было знать фамилию, имя, отчество, год рождения, но еще и надо и отпечатки пальцев, еще надо, там, оговорить все глаза. А тот, кто живет праведно, благочестиво, на того или иначе, ну, и пусть проверяет. Ну, вот моя мама, я часто говорю, моя мама на девяносто первом году услышала от моих сестренок, вот мы сидели так дома, и сестренок сказал, что согласно уголовному кодексу, там, что-то, то-то, то-то, она может дошить такой уголовный кодекс. Человек прожил в девяносто первом году, она не шутит, она не убирает, а ей не нужен был этот уголовный кодекс, потому что она всегда жила благочестиво и правильно, а я говорю, а знаете, вот мальчишка, которому девять-десять лет, который хочет залезть в соседу в форточку, он знает, какая это статья за это, и он знает, что ему за это ничего не будет, а если поймают, маму с папой заплатят штраф. Вот понимаете, что, поэтому живите правильно, живите по-евангелям, да никакой чип на нас не сработает, ну, и пусть он берет, ну, и пусть он не рад делает, ну, и пусть отмечает. Вы знаете, у меня мама как-то спрашивала, ну, как ты можешь, вот, да, знаешь, у тебя там каждый смотрит, на тебя там послушают, там, подсматривают, я говорю, мам, ой, они меня так воспитывают все эти камеры, где, если они не в прады же воспитывают, но мы же все прекрасно понимаем, что Бог все видит, Бог все слышит, Бог все знает. Однако же, как они живут, правда? Иногда даже, Господь, прости, а Господь все видит. А камера, вот она нас приводит в такое состояние, чтобы мы поняли, и Бог все видит, и Бог все слышит, и Бог все знает. Поэтому, кто живет, как мне один митрополит сказал, совсем недавно мы беседовали, один очень маститый такой, экипас, я бы мне сказал, ого, да пусть никто не смущает, и тот, кто живет богочестиво правильно, на того не воздействует абсолютно ничего. Живите правильно, не воруйте, не лукайте, не обманывайте, не желайте ничего злать, не берите ничего чужого, ну и все. Ну и пусть правильные смотрят, правда? Вот пусть смотрят, но я же, ну, наусть не смотрят, кто никого не ударил, не удалил, а Господь тоже все видит, и правильник, и Бог за этого заводит. Спасибо.